Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так вот, в книге приводились доводы, что эти жертвы и создали благодаря своим воспоминаниям йогу, цигун и подобной практике. К сожалению, никак не могу вспомнить, что это было. Не сталкивались ли вы с такой точки зрения? Продолжение следует... Китайские монастыри всегда были оплотом инакомыслия и народного сопротивления всяким вельможам и царям. Их время от времени жгли. Правительство их сжигало, разоряло. И мастера, которые там были, они разбегались и как-то... Бежал во Вьетнам, вот в Вьетнаму повезло тем, что Вьетнам находится между Индией и Китаем, ну так там сосед граничит. И во Вьетнам бежали и китайские мастера, и индийские. Ну, если там у кого-то какие-то проблемы возникали, Вьетнам впитывал в себя знания и Китая, и Индии. И мне все-таки ближе то, что просто, ну, мастера приходили, и когда там монастыри разорялись, их сжигали, им надо было как-то существовать, и они начинали жить обычной жизнью. И чем они обычно старались зарабатывать? Конечно же, мастеру, наверное, было лень землю пахать, ну и даже, понимаете, чтобы поддерживать свой профессионализм, нужно заниматься своей профессией. И если мастер мог как-то помочь жителям, ну, вылечить их, то есть мастера обычно знали, как устроено тело человека, то есть структуру тела, могли вывихи поправить там спину, той же йогой, правильной йогой помочь, облегчить какие-то страдания, травки знали, все. То есть они, мастера, становились и лекарями, либо охранниками нанимались куда-то, и продолжали, в общем-то, по профессии работать и делились своим опытом. Вот эта точка зрения мне больше. Еще, да, хочу добавить в то, что я говорил. Дело в том, что вот в основном практики телесные, они же каким-то образом связаны с духовными. И чтобы, вот для чего надо проверять себя в каких-то экстремальных условиях, пусть даже с минимум экстрима, пусть тот же бег там делает, да, чтобы понимать, что вы сейчас находитесь, наверное, в пути как в телесных, так и в духовных практиках. Ведь духовные практики часто основаны на каких-то позах йоги, ну, например, та же медитативная поза. И вот если медитировать с прямой спиной, с гордо поднятой, то можно себе блоки энергетические понаставить, и вместо духовного просветления заработать болячки и духовно деградировать. И так как духовные практики часто основаны на физических, вот ради того, чтобы потом когда-то лет через 20-30 не сказать оба-на, куда же я попал там в духовном мире, не туда, вот надо сразу проверять эти практики в каком-то экстриме, чтобы потом не было какого-то большого духовного разочарования. Потому что духовные практики очень часто нельзя пощупать, тут вот сложность в том, что их тяжелее проверить гораздо, чем физически. И вот хотя бы уж в физических практиках, на которых основаны духовные, надо четко понимать, что вы на верном пути, чтобы потом не было горько, обидно за бесцельно прожитые годы. И вот опять по поводу красоты, есть ложная красота, вот добавлю, очень часто у нас есть какие-то... Вот что такое природная красота и ложная, опять же, вот это не было заявлено, но я думаю, что все-таки это в тему. Например, у нас где-то там в глубине души, на уровне подсознания даже заложена красота. И эта красота, я ее коротко называю, красота — это сила и обещание счастья. А счастье, оно очень часто параллель с силой. То есть когда вы сильны, здоровы, вы ощущаете себя счастливым человеком. Опять же, нас может, например, сделать счастливым другой человек. Например, мужчину может осчастливить женщина. И тут сила женская, она имеет общее с продолжением рода. Какие женщины нравятся мужчинам? Ну, если так грубо, это женщина, у которой есть грудь. У которой есть грудь, это значит, что она выкормит ребенка. Таз, это значит, что она... Ну, хороший таз, широкий, это значит, что она может родить ребенка. И узкая талия, это значит, что у ней внутренние органы на своем месте. И вот, кстати, когда мы выстраиваем осанку, слегка округляя спину, если у кого-то она была прямая, и подтягиваем в этом положении себя за макушку, вот внутренние органы все поднимаются вверх, и талия образуется лучше, чем даже с прямой спиной, высоко гордо поднятой грудью. Это природная красота. А есть ложная красота? Ложная красота часто основывается на природной. Ну, например, узкая талия, это хорошо, и очень часто в моде были корсеты, от которых женщинам тяжело было дышать, и они падали в обморок, и у них, наоборот, заболевания возникали, потому что кровью не снабжались внутренние органы. В Китае в том же узкие башмаки для девушек деревянные, чтобы нога не росла. Это, то есть изначально понятно, что для женщины это честь, да, иметь маленькую миниатюрную ступню, это красиво. Но люди же доходят до абсурда. Точно так же, как, например, реально спортивная машина, это красиво. А один из признаков спортивной машины – это заниженность. И люди спиливают пружины, доходят до маразма, что не могут переехать, вернее, до абсурда, да, там не могут переехать тяжачие полицейские. Вот с прямой спиной произошло то же самое. То есть осанка должна быть хорошей, то есть не должно быть сутулости. И, возможно, какие-то мастера йоги, обучая мастеров боевых искусств, говорили – выпрями спину, подтянь себя сильнее за макушку, потому что, ну, возможно, у боксеров, у тех же осанка чуть более сутулой, чем нужно. Я могу с этим согласиться. У тех же борцов, может быть, чуть-чуть, чуточку может быть. И им это вытягивание себя за макушку, оно на пользу. И когда… и просто, наверное, эта ошибка закралась, то, что всем это говорили, и, может быть, это уже начали говорить тем, кого и не надо, у кого она уже и нормальная была. И вот произошел перегиб, такой же перегиб, как со спиливанием пружин, такой же перегиб, как с засованием девочкам ног в деревянные башмаки, такой же перегиб, как с корсетами. То есть за основу идея-то хорошая у йогов, у мастеров цигун, идея-то хорошая, чтобы спина была правильная. Но так как человеческому мозгу свойственны перегибы, вот, в общем-то, и произошел такой перегиб. И я чувствую, что моя миссия в том, чтобы вернуть былую славу йоге. То есть вот моя йога, она расцвела. Я реально, получая огромное удовольствие и здоровье, занимаясь своей йогой. А что такое моя йога? Моя йога — это те же самые комбинации позы. Ну, там, может быть, другие уже там свои изобрел. Но позы-то те же самые, то есть слова, буквы в словах те же самые. Просто я держу спину чуть-чуть по-другому, и все. И йога уже расцветает. Пранаяма становится другой, все энергетические практики становятся другими, энергия лучше течет. Вот моя миссия в том, чтобы вернуть йоге и эзотерическим боевым искусствам ту силу, которая в них была заложена изначально, и которая исчезла только лишь всего... Ну, там, конечно, много секретов, много тонкостей, но основным секретом является принцип правильной осанки. Я его сравниваю с вот этим стержнем в детской пирамиде, на который нанизаны другие секреты. Секреты дыхания, секреты энергетики, секреты медитации. Все эти секреты имеют смысл только тогда, когда у человека правильная осанка. Если у человека нарушена осанка, она выпрямлена чрезмерно, вот тогда эти все секреты, они разваливаются от легкого толчка или сильного дуновения ветра. То есть человек, занимающийся годы эзотерическими какими-то боевыми искусствами, попадая в ринг, если у него спина излишне выпрямлена, ему голову сносит сразу же, то есть он терпит поражение. И ему не помогает ни медитация, ни дыхание, ничего не помогает. Все вот эти остальные секреты, которые, если сравнивать с детской пирамидкой, они разваливаются, если нет стержня. А если есть осанка, то тогда человек, занимающийся эзотерическими практиками, он имеет преимущество. Ну, если он, конечно же, еще пахал и потел в спортзале так же, как спортсмен, пусть даже делает уже медитацию, но там с должной концентрацией и со всем остальным. Ну, Алексей, может быть, увлекся, готов отвечать дальше на вопросы. Ничего, ничего, такое бывает, это нормально. Я от себя, прежде чем следующий вопрос начать задавать, хочу уточнить. Наша тема эфира состоит из двух частей. Первая — это главный секрет всех телесных практик, а вторая — или как понять, что вы на правильном пути. Вот как понять на правильном пути? На правильном пути к чему? К здоровью, к духовному или душевному равновесию, совершенству. К чему? Что за путь и почему верно-неверно? Тут, наверное, надо еще что-то пояснить. Давайте поясню с удовольствием. Такой общий вопрос в любых практиках. На пути к чему угодно. Дело в том, что пока душа находится, ну, я так эзотерическим языком буду говорить, пока душа находится в человеческом теле, тело влияет на душу. И яркий тому пример, опять же, правильно, Асанта. Один из моих отзывов мне и моих опытов. Я проводил очередной раз презентацию. На этой презентации оказалась девушка, которая по образованию психолог и тоже проводит тренинги. Опять, ну, как всегда, это бывает сначала у людей ступор. Такой вот я помню, как мне дали золотую медаль на фестивале целителей всемирного в Москве в 2012 году. Когда я начинаю говорить о правильной осанке, говорю о том, что надо грудь опускать и дышать в спину, то есть сформировать кифоз вот этот, у людей сначала ступор, потом отторжение, даже агрессия, то есть споры, все. Но потом обычно 99% со мной соглашают. Ну, вот то же самое. Девушка сначала спорила, потом приняла мою точку зрения. И когда закончилась эта презентация, где-то минут через 20 звонок, она мне звонит и говорит, что Михаил Владимирович, я сейчас стою на остановке, применяю принцип осанки, который вы мне дали. И как только я начала применять, в моей душе сразу же появился покой, как после 30-40-минутной медитации, которую она делала, используя свои практики. Она психолог и тоже там и восточными практиками занимается. И вот она как раз помогает людям душевное равновесие обрести, покой, уверенность в себе. Дело в том, что если вы тело приводите в самое правильное физически устойчивое положение, у вас начинает расслабляться вестибулярный аппарат. То есть ему не надо напрягаться, потому что он чувствует, что тело в самом выгодном положении. И расслабление вестибулярного аппарата начинает распространяться на все остальные отделы головного мозга. И в душе появляется покой. Вот таким образом телесные практики, в первую очередь осанка, связаны и со всеми духовными практиками. И если вы делаете любую практику, пусть даже медитативную, чтобы понять, что вы ее делаете правильно, нужно в первую очередь, как в правильное положение находится ваше тело. Если вы параноямой занимаетесь, дыхание, например, дыхательной практике, то есть вы стремитесь к душевному покою, например, у вас должен рост быть по всем направлениям, например, и душевный покой должен у вас улучшаться, и та же самая устойчивость, потому что если вы что-то получаете в ущерб чего-то другого, я считаю, это неправильно. Как вот, например, я разговаривал с некоторыми йогами, у них там ноги больные, они долго сидят в медитации. Я говорю, ребята, вы, значит, неправильно сидите в медитации, либо вы там делаете массаж. Потому что вот мне повезло, что глава школы, мой Геннадий Эдуардович Шадомович, меня прямо заставил поступить в институт педагогический после армии, когда я стал инструктором. Он говорит, обязательно, чтобы был диплом педагогический. И вот там на факультете были хорошие преподаватели, и много чего от них узнал. И в первую очередь принципы те, что рост должен быть во всём. То есть если вас учат правильно, то у вас рост должен быть по всем направлениям, ни в коем случае не ущерб чего-то. И вот в тех же самых медитациях, даже если вы ещё временной отрезок должен быть, то есть вот есть такая поговорка, научи Бог дурака, Бог молится, он весь лоб расшибёт. Даже если вы будете делать ту осанку, которую я вам рекомендую правильно, если вы будете нарушать временные рамки, вы также можете заработать болячки. Вот нам рассказывали, что нужно детям советовать как можно чаще менять положение во время уроков каких-то, вот они сидят за партами, например, как можно чаще менять положение, потому что мышцы утомляются даже в правильном положении. И вот если вы, я к чему это говорю, вот был вопрос там в духовных практиках, если вы получаете какой-то, может быть, хороший духовный опыт, но у вас начинают болеть забелевания сустава, колени начинают болеть, ну это неправильно. То есть вот как понять, что вы идёте правильно? У вас должен быть рост по всем показателям. У вас также должно расти и благосостояние. Временно, да, можно погрузиться, ну, например, уехать в лес. Вы в лес уехали, вы не можете зарабатывать денег в этот момент, да, согласен. Может, даже что-то там в отношениях, то есть вы ушли там с головой в работу, но опять это временно. Но вы должны тогда там накопить какой-то энергетический потенциал, потенциал и физический, который потом поможет вам наверстать упущенное. Если этого не произошло, ну, значит, вы сделали что-то не так. Поэтому, конечно, лучше не погружаться, то есть лучше параллельно, ну, временные погружения я допускаю, я сам этим занимаюсь. Я могу какое-то время отойти там от преподавания, ну, от активного зарабатывания денег, например, активно деньги я зарабатываю, когда провожу какие-то массовые тренинги и ограничиться всего лишь индивидуальными занятиями и целиком погрузиться для освоения какой-то техники. Но потом, опять же, это дает мне возможность продать какой-то дорогой тренинг там по этой технике, в которой я преуспел, погрузившись в нее, либо накопить энергию и благодаря этой энергии провести ряд медитаций, которые позволят мне материализовать мои желания какие-то материальные. В любом случае, да, то есть этот рост должен быть параллельный. И вот еще раз отвечая на вопрос, как понять, что вы на верном пути, ну, все-таки у меня, наверное, путь воина и все духовные эзотерические практики, вот даже я проверяю через полигон боевых искусств и рекомендую. Но если кто-то, у меня есть ученики, которые не чувствуют себя воинами, много таких учеников среди женщин, они говорят, ну, я не хочу спарринговаться, не хочу бороться. Я рекомендую им легкий экстрим, какой-то спорт, хотя бы бег, хотя бы стрельба из лука, то есть это медитативная техника, хотя бы, ну, тот же там волейбол, багминтон, ну, что-то такое мирное, но это бильярд тот же, но все равно это проверка. Вот, например, я проверял энергетическое, то есть техники энергетического подавления во время игры в бильярд и в теннис со своими учениками, да, я их предупреждал, вот, ну, и, в общем-то, и проверял даже на тех людях, которые не предупреждал, но они тоже использовали там всякие уловки, там под руку могли что-то сказать, могли нечаянно уралить мелок под руку, то есть я готовлюсь к удару, они раз мелоком роняют, ну, это такие шпанские штучки среди игроков, ну, среди, там, может быть, профессионалов они не приветствуются, но в каких-то летних клубах, где люди играют без каких-то особых ограничений, вот когда там они могут позволить себе чай, пить кофе, разговаривать, смеяться, вот там люди такое применяют. И вот я проверял практики своего энергетического давления, они мне помогали увеличить мои показатели примерно на 20%. То есть если я играл с кем-то на больше-меньше в теннис, например, подряд несколько партий и начинал давить энергетически, то я выигрывал уже без больше-меньше. И то же самое в бильярде, если мы несколько партий катали до последнего шара с кем-то, то есть, ну, равные такие возможности у нас. Я потом начинал играть с магией, с энергетикой, то я уже обыгрывал без вот этого там до последнего шара, то есть уже там с перевязком в два шара, в три там уже удавалось выигрывать. Техники, кстати, вот цемень. Я тоже проверял, у меня даже есть видеоролик, вот эти прогулки цемень, когда мы идем в определенном направлении, набираем силу. И я вот вокруг груши ходил и наносил удары, и, ну, опять же, может быть эффект сплацебо, но я, как мне кажется, достаточно ярко и четко чувствовал, что я, когда я наношу удары с нужной стороны, то как-то они для меня легче, а груша гудит сильнее. Ну, во всяком случае, я себя легче чувствовал, то есть энергия в меня входила. Вот я все практики рекомендую проверять в экстриме. Чем жестче экстрим, тем качественнее и достовернее проверка. Но, опять же, тем людям, которые не ощущают себя воином, в первую очередь часто это среди женщин, бывает, я рекомендую проверять даже эзотерические, даже медитативные техники в каком-то экстриме, пусть это будет спорт какой-то мирный, даже такой медитативный в некоторой степени спорт, как играя в бильярд, например. Там особо никаких резких движений, кроме как ударские. Вот так, если ваш ответ, Алексей, или если вас удовлетворил ответ, то идем дальше. Если нет, то уточните, я еще готов более там что-то уточнить, развернуто. Идем дальше. Андрей Бобров из Ютуба. Я очень сильно переживаю на работе, когда мне мало внимания уделяют, не разговаривают. Как мне на это перестать обращать внимание? Очень интересный вопрос. Как перестать обращать внимание? Ну, есть такое словосочетание. Нужно полюбить себя. Это очень сложно на самом деле, так как человек — это существо социальное, и мы привязываем свой комфорт, статус с оценкой нас окружающими. И, соответственно, от этого вот голод, внимание. Ну, тут что можно допсоветовать? Тут два варианта. Либо полюбить себя настолько, чтобы вам стало безразлично, мнение коллег, и завести каких-то друзей. То есть на работе, ну, выполнять какие-то... Я просто не знаю, кем вы работаете. Если прям напрямую, то есть связано с общением, ну, наверное, если не общаются, значит, не напрямую. То есть вы можете себе позволить уйти с головой в работу. И общение... То есть найти единомышленников. Пусть не на работе. То есть найти какое-то хобби. Найти то, что у вас зажигает, и какой-то клуб по интересам, тогда вы будете независимы. То есть у человека в любом случае есть потребность в общении, есть потребность в самоутверждении, в признании другими. И поэтому советую найти то дело, в котором вы лучше всего, даже, может быть, там, ну, не знаю, может быть, марки вы собираете, может быть, что-то еще. Найти клуб по интересам и стать учителем. Дело в том, что учитель по долгу своему, наставник, много говорит, он должен много говорить. И учитель всегда имеет в избытке внимания учеников. Поэтому найдите то, в чем вы сильны, и начните бесплатно проводить пару раз в неделю какие-нибудь курсы на том же Ютубе, там, в своем городе. Дайте объяснение, что вы бесплатно проводите, что-то, и вот там будет ваша отдушина. Вы там выговоритесь. Это, мне кажется, самый верный и легкий путь. Ну, второй вариант – это, ну, опять же, найти какие-то свои сильные стороны или как-то где-то вот, чтобы они пересекались с запросами ваших коллег. И постарайтесь проявить себя так, чтобы, ну, на вас обратили внимание. Ну, это путь, с одной стороны, может быть проще. Это путь подстраивания под коллег. А вот, мне кажется, более достойный путь – это найти отдушину, которая потом, кстати, может стать вашей работой. Я тоже начинал с хобби, но у меня очень быстро переросло. Я мог зарабатывать хорошие деньги, когда пришел с армии с отцом. Он у меня краснодеревщик, он у меня научил всему там лестницы делать, столы, стулья, рамы вязать. Но когда я работал, с ним точил балясины для лестницы на токарном станке, моя душа была в спортзале. Я думал, как я поделюсь какими-то знаниями о приемах с учениками. Я думал о том, как бы мне вот поспарринговаться, проверить какую-то технику. То есть я… Руки мои работали, а думал-то я о тренировках. Поэтому я быстро сделал выбор, что пусть лучше у меня меньше денег будет, но я тогда еще студент был и с отцом я подрабатывал. Пусть меньше будет денег, но я буду зарабатывать вот там, где моя душа. И, конечно, за тренировки мне платили, но это были маленькие деньги. Тогда это все так мало оплачивалось. Это было массово. Сейчас уже у меня другой уровень и другие ученики, и другие варианты тренировок. Вот я вам советую от души стать тренером в своем хобби. И тот дефицит… Вот я сейчас вспоминаю, он как-то мой отец пригласил товарища с женой, чтобы они помогли собрать урожай, там, картошки. И жена у товарища работала учителем. И я тренер, и мы вот… Я на тренировках выговариваюсь, я прихожу домой уставший, лень говорить. И вот отец мой с товарищем, они очень много разговаривали, пытались втянуть в разговор и меня, и вот товарищ жену. А мы молчаливо выполняли работу. Ну, во-первых, работа была такая для нас скучноватая, ну, просто надо было, да, огороды брать. В общем-то, она, может быть, и отцу с моим товарищем была скучноватая, но они очень сильно общались, потому что отец стойлер, он во время работы… Ну, работа такая, что мало общения. Я когда приезжаю, ну, мне с ним тяжеловато, потому что он хочет общаться, а я, ну, немножко бываю уставший. Ну, опять же, там общение, все-таки он старшим себя позиционирует, а я уже привык главным быть, я уже привык старшим. Ну, там интересы тоже накладываются, коса на камень находят. И вот если вы станете учителем, наберете учеников, вы с лихвой будете выговариваться, дефицит общения там у вас, ну, будет зашкаливать. И вы будете приходить на работу и отдыхать от общения. И вас не будет просто перестанет напрягать, что с вами мало общаюсь. Вот, ну, напишите, удовлетворил ли вас мой ответ. Идём дальше. Дальше Виталий Микеров пишет. Так может, вы в прошлой жизни были казаком? Делаю такие предположения из ваших слов. Возможно, при встрече с одним духовным лидером Вайшнавским, он мне сразу, когда мы с ним начали общаться, ну, я о себе, естественно, рассказывал, он сказал такую фразу, если мальчик в детстве, ну, он так с такой, с юмором, если мальчик в детстве крутит хвосты лошадям, в прошлой жизни он был к шатре. Ну, к шатре – это воин. Ну, в казаком, где-то ещё в Индии вполне вероятно, но мне ещё делали гороскоп и сказали, что да, то есть воинам там одна женщина, то есть разные астрологи мне делали гороскоп, одна сказала, что мафиозником был, вот, бандитом, может быть. Ну, где-то, да, и тут эта жизнь мне дана как бы на то, чтобы я был лучше, и, в общем-то, я считаю, что у меня очень много было искушений в 90-е пойти по другому пути, но это отдельный разговор, может быть, как-нибудь отдельная передача, потому что это много можно рассказывать. Возможно, возможно, был казаком, то есть я тоже думаю, что что-то такое было, потому что с пяти лет увидел лошадь и влюбился с первого взгляда, вот меня не могли оттащить, это как раз было последние леты перед школой, я в школу пошёл с шести лет, вот, там, всё, я уже ходил, а вот сел в пять лет и потом вот уже бегал на конюшню, когда уже шесть лет было, начал бегать на конюшню, так что возможно. Хорошо, вопрос эфир от Данила. Здравия с ведущим, Михаил Владимирович, что такое, в вашем понимании, бесконтактный поединок-бой? Доводилось ли вам участвовать в нём на практике и в какой роли? Благодарю за ответ. Здравия, Данила. Вообще все мои поединки, они имеют, имели и спарринги, они имеют энергетическое воздействие на противника. Я думаю, что, наверное, Данила имеет в виду вот сейчас очень такая волна модная, бесконтактных боёв в интернете. Пока, наблюдая за всеми учителями и тех, кто демонстрирует бесконтактный бой, я пока вижу только шарлатанов. Те шарлатаны, вот я даже не могу подобрать слова, которые, вот я не могу понять, что у них в душе произошло, что они согласились выйти с мастерами боевых искусств подраться. Я не понимаю, что у них могло вообще. Вот в основном все нормальные шарлатаны, они всеми правдами и неправдами отказываются выходить на реальные поединки. Но я видел уже в интернете, так, ну два боя, три боя, три боя точно видел, когда согласились выйти и получили очень быстро, прям практически мгновенно в бубен. Я не понимаю, почему они вышли, ведь они же должны понимать, что они шарлатаны. Но, наверное, если они долгие годы преподавали, наверное, ученики, поддаваясь, им сослужили плохую службу, и, наверное, они в себя поверили. Но мастера боевых искусств их в мгновение ока поставили на место. И эти видео есть. Ну, во-первых, этот Старов с Бату Хасиковым, там, невооруженным взглядом. Мой брат, кстати, присутствовал на этом поединке. Мой брат, он занимался, как и я, с детства борьбой и боксом, вот, и ММА там. И он там присутствовал на этом, двоюродный, на этом поединке. То есть он там вообще, несмотря на то, что Старов там по габаритам, по весу выше, ну, там в интернете, просто наберите Старов, Бату Хасиков, долго я не буду обсуждать, все, у кого нормально как бы видят. То есть, на что хочу обратить внимание. Намека не было, чтобы Бату Хасиков, ну, как-то дрогнул, как-то скорчился, ну, как-то его хвило. То есть, ну, вообще никакого проявления бесконтакта не было. То есть, был обмен ударами, ну, нормального споединка в плохом его проявлении со стороны Старова. Нормальный спарринг даже не пахло. То есть, я допускаю, да, скажу о своем бесконтакте. Вот я уже до этого говорил, что я подразумеваю бесконтакт. Я допускаю, что это может быть, но пока не видел ни одного человека. Я в это верю. Я верю, что бесконтакт, в принципе, может быть, но пока ни одного мастера не видел. Вот смотрите, я на примере бильярда и тенниса, я занимался бесконтактным боем. То есть, я занимался бесконтактным воздействием. Я пускал импульс. То есть, я два варианта оказывал. То есть, я, значит, ставил на себя защиту и волну перед ударом своим и пускал волну, энергетический удар под руку, когда человек там подачу в теннис делал или вот собирался ударить по шару. Я делал это мысленно, без каких-то там таких вот шпанских вещей, там каких-то топаний. Есть люди там топнут под руку, мелок со стола уронят. Во время боя я делал то же самое. Какое еще бесконтактное воздействие с учениками у меня было? Когда я делал, я занимаюсь бесконтактным массажем и обучался этому, мои ученики четко чувствуют давление на свою ауру. Даже был случай, когда я с женщиней делал массаж, она стояла, и я делал массаж и снимал там с нее порчу. Я вот тянул. И ее штормил, она прямо тянулась. Ну, то есть, ну, готова была упасть. Но человек не сопротивлялся. Изначально ему была команда дана расслабиться. И, то есть, она стояла в расслабленном состоянии. Если бы она слегка напряглась, ну, ничего бы с ней бы не было. Но она бы чувствовала. То есть, что чувствуют мои ученики, и я от своих учеников, и от некоторых людей, даже которые, ну, ничем не занимаются. То есть, есть люди, ну, знаете так, от природы наделенной энергетической огромной силой. Обычно про таких говорят сглазливой. Я от природы не наделен энергетикой. Все, что весь мой бесконтакт, это заработанный моими хорошими, правильными практиками. Сталкиваясь в жизни с людьми, наделенными силой энергетической, я ощущаю, как, допустим, ну, дыхание, ну, немножко замирает, то есть, становится чуть-чуть труднее дышать там. Я чувствую реальное давление. И от своих учеников, когда мы с ними друг друга вот бесконтактом там практикуемся. Но ни моего чисто бесконтакта, ни моих учеников, его я не видел, его недостаточно, чтобы реально опрокинуть человека. Что вот расскажу, свой, кстати, первый такой опыт, когда я там откусил свое первое ухо в бою, применяя технику тигра. Это было задолго до Майк Тайсон, это было 24 года назад. Я только полгода прозанимался боевым искусством, получил диплом инструктора и начал преподавать в своем родном селе школу боевых искусств. Да, до армии я очень много дрался. У меня и там живое ранение от напильника, я там в первых рядах хулиганил. Это когда я с армии пришел, начал заниматься духовной практикой. Ну, или в армии, да, когда руководством заполито я стал меняться к лучшему. А так, конечно, я был тот еще хулиган, но когда я стал вот преподавать, там нашелся такой здоровый хулиган, который решил проверить мои возможности. И вот три раза он на меня кидался драться, три раза я его опрокидывал, применяя технику тигра. Но он килограмм на 25, на 30 тяжелее меня был, такой кучерявый, ну, такой русский Иван с картинки такой, квадратный подбородок, коренастый. Он гирем еще занимался, ну, хороший такой, вот самородок такой, кровь с молоком. А во мне около 70 килограмм. И вот третий раз, когда я его опрокидывал, пришлось там ему горло прокусить, я с ним дрался, я рычал, как тигр, и полуха ему откусил. И вот мой одноклассник, нас два раза разнимали, вот третий раз, когда я его полуха откусил, когда он на меня кидался третий раз, и я на него пошел с рыком, с тигриным, мой одноклассник сказал, что у него ноги подкосились. То есть я так заорал, так зарычал, что вот этот крик и та волна энергии, ярости, адреналина, который там у меня из коренатпочников вырабатывался, вот она воздействует так, что он, говорит, у меня ноги подкосились, я ослаб, и вот, ну это один из моментов энергетического воздействия бесконтактного, то есть, но все равно я кусался, я грыз, я рвал когтями, я применял какие-то приемы. То есть вот, опять же, мой одноклассник же не упал, то есть если бы была настолько мощная волна бесконтактная, то и мой бы одноклассник тоже упал, потому что волна энергии расходятся во все стороны. Да, там можно луч направлять, но обычно это вот как камень в воду кидаем, и волна или как взрыв во все стороны расходится, когда человек применяет, то есть защитное поле вокруг него. Подытожу, мое мнение о бесконтакте. Пока, во-первых, я в него верю, потому что в некоторой степени я сам его применяю, но я пока не видел человека, чей бесконтакт был бы настолько высок, чтобы его можно было применить. А то, что я вижу в интернете, в основном это обман, игра в поддавки. Если кто-то в этом сомневается, то есть я пока не видел. Вот, а те, кто сильно в себя поверил, там есть видео какого-то китайского мастера, там официальные соревнования, очень много народу зрителей показываются там ролики, как он учеников там своих кидает, они летают по залу, ну вообще там духовное кидо. И боец ММА, буквально несколько секунд за рукав схватил, бам-бам-бам, все. Понимаете, я опять же, я бы ничего плохого про этого мастера не сказал, если бы тот боец ММА, ну как-то там, знаете, вот как, о-о-о-о, там что-то скорчившись, как-то схватил его, ну то есть видно было бы, чтобы боец преодолевает какое-то воздействие, так ничего же вообще нет. То есть я допускаю, что эти мастера, там, ну тот же Старов Пудж, он может быть на том же самом уровне бесконтактно, то есть, ну какую-то там женщину, которая расслабилась, или ученик, который расслабился, и ученик чувствует волну энергии и следует сам за этой волной, не сопротивляясь. Вот это возможно есть, я это вижу, что это я допускаю, потому что сам это делаю. Но еще раз, моего бесконтакта недостаточно, я отдаю себе в этом отчет, поэтому я спаррингуюсь, и борюсь, и болевые удушающие, и грушу бью, и все это делаю. Но когда люди заявляют, что и показывают, понимаете, я же не показываю, что раз рукой мотнул, и ученик мой полетел. Хотя он также может поддаться, это ну вот тоже куча роликов, когда люди делают карикатуры, и у них это получается. И, естественно, у спортсменов, и у нормальных здравомыслящих людей есть обида на лже вот этих бесконтактников, и время от времени им бросают вызов. Но умные бесконтактники отмазываются, а вот уже три человека, глупых, вышли на поединке, им голову отбили. Вот третьего я забыл. Вот еще раз коротко, я в бесконтакт верю, но пока не видел мастера, накопившего достаточное количество силы, чтобы вот вообще реально бесконтактно кого-то там победить. Хорошо. Миколаевич, вопрос в эфир, вернее так, реплика в эфир. Комплекс, набор упражнений. Ну, к чему-то реплика не знаю, идем дальше. Ярослав, город. По радио я с удовольствием покажу. У меня есть, ну я не знаю, Алексей, можно ли как-то в рекламных целях там, кому интересно, там ролики на Ютубе, у меня есть ВКонтакте, ну в группу ВКонтакте будет добавлять. Да можно, конечно. Вот у меня есть бесплатные видео, пожалуйста, набор упражнений минимальный, достаточно много бесплатных у меня, чтобы вы начали делать. Потому что по радио возможно, да, мне вот интересно, опять же, обращаюсь, слушай, если кто-то попробовал, есть ли у кого-то положительный эффект от того, что я рассказал, мне просто очень интересно, можно ли по радио как-то помочь людям вот какими-то советами, чтобы их устойчивость стала лучше, дыхание увеличилось. Хорошо, идём дальше. Ярослав, город Ногинск. Вопрос в эфир. Можно ли использовать энергию ЦИ во время удара? И есть ли такие умения фантомных ударов, фантомные боли есть, значит, и фантомный удар должен быть? Здравия, Ярослав, да, всё это можно, всё это есть, и мы со своими учениками этим занимаемся. Как я говорил уже, то есть, ощущение, виски сдавливает, дыхание начинает, ну, как бы, спирать, то есть, становится, то есть, дыхалка падает, прям реально падает дыхалка. Ну, смотрите, смотря против, кого бы применять, то есть, вообще, да, вот эти все фантомные удары, они против подготовленного человека, то есть, если, опять, вообще человек, ну, очень плохая у него изначально энергетика, может быть, даже какой-то такой, ну, худой кашлящи, да, и ему провести какие-то вот фантомные удары, может быть, этого будет достаточно, чтобы он слёг вообще в постель. Если вы это проводите против здорового человека, а спортсмены, и особенно бойцы, они все здоровые, ну, что у него, у него виски, может быть, там, заболят, ну, может быть, чуть-чуть дыхалка ухудшится, но это может быть не настолько, чтобы он проиграл, то есть, всё зависит ещё от уровня. Но, вот как пример с теннисом, я так себе играю в теннис, и опять, ну, всегда есть люди, которые играют хуже меня, есть, которые лучше, есть, которые на равных. И если я буду играть с каким-то мастером спорта по теннису, даже, может быть, разрядником, то даже применяя свои все эти финты бесконтактные, я всё равно проиграю. Но применяя финты, я проиграю с большим достоинством и честью, нежели не применяя. И на сегодняшний момент, вот честно скажу, в моей практике, то есть, если кто-то хочет у меня позаниматься вот энергетическими вещами в надежде на то, что не надо будет заниматься физикой, не надо будет бить грушу, не надо будет бороться, я сразу говорю, нет, я пока такого не могу. Я честно говорю это. Если я когда-то смогу, я буду, ну, это будет другой разговор. На сегодняшний момент я, ну, во всяком случае, про свои практики говорю, что фантомные удары, всему этому я учу, мы это всё применяем, но это идёт как бонус к умению уворачиваться от ударов, умению держать удар, умению бросать болевые и так далее и тому подобное. Это бонус. Это, ну, можно сказать, как некий допинг, потому что мы учимся входить в состояние берсерков, в состояние невменяемости, и у нас от этого состояния резко начинается вырабатываться корой надпочечников, адреналин, затем норадреналин. Это, во-первых, омоложение идёт организма, тестостерон увеличивается, то есть мы работаем с гормонами, вот гормональную тибетскую гимнастику делаем, но боевые практики, сразу скажу, они более мощные по сравнению с той же тибетской, то есть вообще все боевые практики своим оздоровительным эффектом превосходят все оздоровительные практики, потому что перегрузки на ту же эндокринную систему идут нагрузки, они идут уже какие-то там предельные, во время боевых техник, когда мы входим в состояние невменяемости боевой, они гораздо больше, если вы занимаетесь теми же энергетическими боевыми практиками, это всё более эффективно по сравнению со здравительными, ну а тут уже выбор за вами, то есть и возможности организма, если уже там кто-то на пенсии, то всё-таки я рекомендую начать со здравительных, и с лёгкого боевого цигуна, а потом уже перейти к более жёсткому. Так, ещё раз коротко, да, все эти фантомные удары есть, существуют, но опять по своему опыту, они не могут применяться отдельно. Их силы недостаточно, я пока не видел, в интернете со мной ругалась куча экстрасенсов, там обещали порчу навести, там всё пятое-десятое. Вот, да, чувствовал, что что-то там, вот эти там давления энергетические, ну я тут же пошёл сделать свои практики. В основном, если я чувствую, что на меня идёт какое-то воздействие, у нас есть в школе практики боевые под покровительством бога смерти Ямараджа, это славянский чернобог, то есть энергия одна и та же, как, допустим, Перун и Индра, громовержец, то есть энергия, то есть вокруг земного шара идёт, допустим, циклон, гремит гроза, молнии сверкают, гром идёт. И вот этот циклон, ну, например, да, предположим, перемещается с Индии в Европу, к нам, да, на нашу территорию, и вот в Индии стоит какой-то брахман и видит Индру, которая мечет молнии. Это же циклон, эта же энергия перемещается на нашу славянскую территорию, стоит жрец славянский и видит Перуна, а энергия-то одна и та же. И вот я обращаюсь тогда к энергии Ямараджи или Чернобога и чистку произвожу, так скажем, там, да, защиту там ставлю, то есть с помощью этих сил. То есть, ну, опять там, обещали вообще больших-больших проблем, но ничего не произошло, потому что, ну, недостаточно. Я пока не видел, пока не встречал. Если встречу, то в ученики напрошусь сразу же. Ну, вот, всё это есть, но в очень малых дозах. И может принести какой-то колоссальный ущерб, если мы говорим о боевом воздействии, о порчах, там, человеку со слабой энергетикой, да, может принести, спортсмену хорошему, вряд ли. Дальше Оксана Брейнер, реплика из Ютуба. Против лома нет приёма. Ну, да, значит, надо иметь тот же лом, только вот так я рассуждал, когда проводил боя без правил. То есть я смотрел, какими приёмами, посмотрел видео боёв без правил, которые в мире проводятся, я выбрал приёмы, которыми чаще всего одерживают победу, и добавил туда фишки энергетические, и получился лом с допингом. То есть надо брать тот же лом, но делать его чуть более лучше. Тюнинг лома проводить. Ну, там же в Ютубе ответили, против лома есть приём, надо взять длиннее лом. Да, совершенно согласен. Длиннее лом берём, ну и всё, да. Так, дальше вопрос от Ярогора. Михаил, а зачем, чтобы учиться нормальному бою, участвовать в соревнованиях с заведомо неправильными условиями? Кудожников называют космонавтами из-за шлемов. Техника рук ломается. Правильная осанка достигается практикой столба джаньбджуан, обхватить дерево, и практикуется во всех направлениях внутренней семьи? Согласен отчасти. Дело в том, что... Ну, согласен с тем, что в столбе, но не согласен. Вот все, кто ко мне приходили на презентацию, занимающиеся столбовой работой, все были приятно удивлены, что их столбовая работа стала лучше. Дело в том, что они... Зачем? Он спрашивает у меня. Зачем заниматься боями? Для того, чтобы... Ну, экстриму, чтобы быть уверенным. Потому что если вас никто не толкает, то есть столбовая работа должна приводить к максимальной устойчивости. Если вас никто не толкает во время столбовой работы, вы находитесь в иллюзии. Большая доля вероятности, что вам кажется, что вы пребываете в максимальной устойчивости. Какая-то устойчивость в любом случае будет, а вот максимальная она возникает только от сопротивления. Почему хорошие осанки у борцов и бойцов? Их постоянно толкают, их постоянно тянут, сваливают, и они постоянно ищут то положение, какое-то самоустойчивое. Почему осанка хорошая у гимнастов? Они крутятся, прыгают на этих польцах, вертятся на брусьях, на конях, и их мозг нацелен только на одно – сформировать самую правильную структуру тела. Когда вы находитесь в состоянии столба, вы начинаете впадать, ну, начинает расслабляться в ваше сознание. И это процесс неизбежный. Мастерами столбовой работы, мастерами духовных практик на Востоке чаще всего становились мастера боевых искусств. И тоже Тай Цзи Цюань, откуда взята столбовая работа весь цигун, его очень часто преподавали мастера боевых искусств. И вот когда мастера боевых искусств были настоящими мастерами боевых искусств, то есть когда они дрались, вот тогда и была настоящая столбовая работа. И сейчас вот я их, моя миссия в том, чтобы эту столбовую работу сделать настоящей. Уход от соревнований помогает очень хорошо зарабатывать деньги. Вот мастера раздувают щеки, принимают в семью. Я все это проходил и сталкивался с людьми, которые находятся в семье, и их столбы оставляют желать лучшего. И когда им предлагают, что, ну, по идее, правильно, столбовая работа должна повышать физические возможности, и в том числе и боевые. Но чаще всего люди говорят, я вырос, мне это не надо, то есть я не буду опускаться до соревнований. Кудожников, да, обзывают космонавтами, но на улице они достаточно хорошо, ну, себя, ну, лучше, во всяком случае, лучше пушуистов, да и с ММАшниками они могут за себя постоять. Единственное, что у них партер, я минус кудо, на мой взгляд, отсутствие хорошего партера, то есть у них партер ограничен по времени и приему, но это уже там детали. А то, что космонавты, приведу по поводу защиты, но за неимением лучшего, то есть чем сворачивать носы, что бывает в ММА, то есть удары локтями, они очень травмоопасны, вот недавно смотрел, там лицевую кость одному сломали, этот человек может коллегой на всю жизнь остаться. Лучше быть космонавтом, чем умереть от перелома височной кости, если локтями вам в висок попадут, или там коллегой на всю жизнь остаться. Лучше быть космонавтом, но все-таки там и нокаут, и нокдауны встречаются, шлем от сильных ударов не спасает. Если вы не умеете уворачиваться, то вы будете наказаны, соответственно, голова начнет работать в плане того, что же делать, чтобы увернуться. А у шуистов-то этого вообще отсутствует, вот в тех, в семьях, кто считает себя причастным к семье, к чему-то великому, там же спаррингов нет, и вот это задает такие вопросы, зачем же ответ? За тем, чтобы быть здесь и сейчас, в реальности. Потому что настоящие космонавты как раз в семьях-то и живут. То есть они улетают в астрал, в космос, отрываются от реальности, они находятся в иллюзии, но хорошо зарабатывают здесь, раздаются дипломы, семинары, тренинги и так далее, и тому подобное. А реальности нет. И еще приведу по поводу космонавтов, защиту космонавтов. Сейчас забыл фамилию, один из бойцов, по-моему, К1 или М1, я их путаю, ну, в общем, хороший боец. Команда российских хороших бойцов поехала, по-моему, в Канаду. Ну, тоже могу ошибиться, но в какую-то страну, за рубеж, на соревнования командные. И неделя дана была на адаптацию, то есть акклиматизацию, там привыкнуть и все такое. И они с усмешкой смотрели, как, ну, по-моему, те же канадцы готовились к боям, спарринговались в щитках. На голень щитки, ну, может быть, даже на луну, ну, на голень, я точно помню, щитки у них были. И наши с усмешкой, мы-то там голень набиваем, бьем друг друга, там спаррингуемся, и там у них там ссадины, синяки, мы брутальные мужики, а эти там девочки в щитках ходят. Но когда вышли на соревнования, они сняли щитки и посносили там чуть ли не всех, и, возможно, наших там, ну, я не знаю, может там, ну, может, не всех, но вот этот боец, это российский боец, он говорил, что я понял, почему надо в защите работать. Дело в том, что когда вы бьете там вот без защиты, вам больно, и вы непроизвольно начинаете бить медленнее и слабее, чтобы там не сломать и не отбить себе ногу. А когда вы работаете, вот опять же, в тех же шлемах, да, можно критиковать за то, что там чуть-чуть по-другому удар приходится, там дистанция чуть-другая, что-то другое, нежели там по голому лицу. Но человек способен в этом шлеме, скажем так, больше соревнований пройти, потому что, ну, на первых соревнованиях могут там сломать ту же височную там кость или там лицевую или нос свернуть. И вместо того, чтобы еще пять соревнований пройти или три соревнования, вы будете лечиться. И я говорю так, вот почему, когда ко мне приходят ученики, я начинаю с борьбы, спартера. Ошибка в борьбе не так опасна, как ошибка в ударке. Ошибка в ударке, вы не пригнулись, вам бах, в голову, нокдаун. А шея, если еще не накачана, если вы еще не научились держать удар, если у вас дух еще не окреп, и вам страшно еще, человек просто может бросить. Если человек начинает с борьбы, что такое ошибка в борьбе? Ну, бросили, ну, кувыркнулся. Ну, опять там, бросили, да, тоже могут сильно, а вот есть разряд приемов, так называемые переводы. Когда вас в партер переводят без отрыва от пола, ну, то есть, это не бросок. Хотя вы раз, там, приземлились на четыре точки, в партер, то есть, прием проведен, но вы даже не упали сильно, и у вас нарабатывается боевой опыт, у вас дух укрепляется, и нету травм больших, шея тоже укрепляется, и потом вы способны уже, ну, как-то погрузиться в больше, экстрим, там, удары принимать, держать. И вот тот же шлем, понимаете, он, ну, как-то менее травмоопасен, то есть, человек может получить больше опыта, чтобы какую-то технику наработать. А есть, ну, правило, неважно, что вы хотите научиться, чему хотите научиться, чтобы стать мастером, вы должны совершить какое-то количество ошибок. И для одного индивидуума, это примерно одно и то же количество ошибок. Ко мне вот приходят ученики, там, стрелять из лука, метать ножи. И, ну, есть люди одаренные, и их мастерство растет быстрее. Ну, условно, для одного человека надо совершить 100 ошибок, чтобы чему-то научиться. Значит, ему надо 100 раз пропустить прием, там, проход в ноги тот же, чтобы научиться защищаться от него. И надо 100 раз там пропустить удар в голову. И 100 ударов в голову уже можно уже, как бы, все, и на этом карьеры может закончиться. А 100, и опять же, то есть, он уже может, когда он готов, он их может как-то уже мягко пропускать, и не так сильно. И с тем же шлемом Кудо то же самое. А другому, ну да, другому, может быть, там, те же тысячи раз надо повторить, чтобы чему-то научиться. Вот шлем Кудо, те же накладки, они позволяют человеку, менее одаренному, все-таки совершить то количество ошибок, которые ему надо совершить, и остаться живым хотя бы, да, ну, и уж там, не покалеченным. А другой, просто человек, ему выбор, ну, он просто, если пойдет в тот же бой, бокс там, ММА, он просто не дойдет до уровня хорошего, потому что, опять же, особенно в боксе, в ударке, особенно люди, у которых тонкие сосуды, у них сотрясение может получаться от легкого даже удара. Есть такой термин, стеклянный подбородок, и есть такой термин, чугунная голова. Вот у меня брат двоюродный вообще профессионально боксом занимался, я-то так неофициально там. И он говорил, что бывали такие, попадутся, ему бьешь, то есть, говорит, там, люди другие ложились, он же чувствует силу своего удара, говорит, от моего удара там ложились люди, а вот этот вот попался, его попадаешь, по всем правилам там, в висок попадаешь, то есть от удара в виска люди падают, ну, как бы от удара в подбородок, наверное, конечно, и тот бы упал, ну, вот он, допустим, удар в висок попадает, говорит, другой бы лег, а этот стоит. И это природное, то есть, да, головной мозг укрепляется там прыжками на скакалке, например, там сосуды тренируются головного мозга, но если они от природы тонкие, вы все равно их не натренируете так, как они, допустим, не сможете держать тот удар, который может держать человек, ну, как бы от природы с толстыми сосудами головного мозга. Вот в борьбе тут попроще, там все-таки, как бы сосуды, ну, меньшую роль влияют на вот этот вот нарост мастерства. Вот, так что по поводу космонавтов и ответ зачем? Да для того, чтобы оставаться в реальности. Если... У нас еще больше 20 вопросов, если мы будем отвечать так развернуто, то в этом случае... Хорошо, давайте стараться коротко. Ага, благодарю за поправку. Буду коротко. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!